Эй, привет, друзья и мои подписчики! С вами канал Абдурахман Яхня. И еще раз Обычно подделки. Подделка посвящена игре Warface и другим играм, в которых есть это оружие. И что же это оружие? Это оружие названия 18S. Хочу вам сказать, если я неправильно произношу это название, то напишите мне в комментариях, как правильно. Потому что она посвящена Warface, а я давно не играю. В Warface Ну, оно есть Warface и я не помню ее название. Именно это я вспомнил. Вот, пожалуйста. Глок 18S Вообще, первоначально я хотел заодно сделать вместе с ним и прицел, но прицел к сожалению, сломался из-за чего мне, прежде всего, выкинуть. А также здесь была вот такая штука. Не помню, как она называется. Она так же отломалась, слишком поздно ее приклеил и слишком поздно ее начал сушить. Вот, пожалуйста. Глок 18S, который обычно использовался офицерами. В Warface на нем есть все прицелы, но нету, к сожалению, глушаков. Ну, ну, понятно. Вот та самая штука. Не больно, как она даже называется. К сожалению, я давно не играю Warface. Но компьютер сломанный. Так. Осталось только ее покрасить и все. К сожалению, все краски у меня на рисовании я не могу покрасить. Ну, ладно. Теперь давайте отравним наш Глок с Глоком магазина. Так, пожалуйста. Наш Глок. И Глок, который совсем не похож на Глок. Насколько я помню, на коробке было написано, что это Глок. Но, к сожалению, он сломался, его не стреляет. Он стрелял шариками. Наш Глок и Глок с магазином. Наш Глок с магазином. Наш Глок. И Глок с магазином. Да, понятно, это китайский. И здесь вовсе не шесть монстронов, а... Девять. На два больше. Ой, ой, восемь, то есть, извините. Вот такой вот три, здесь три, это будет шесть. Шесть плюс два, восемь. Ну, ладно. Как же его сделать? Как сделать такой Глок? Он, конечно, делается немного тяжелее, чем маска Саб-Зиро. Поскольку я на него унес почти полдня, а на маску Саб-Зиро где-то три дня, и то понятно, какая минута. Они чуть-чуть на то, что он высыхает. Так, сначала делаем форму из бумаги или картона. Главное, чтобы потом, когда вы делаете на бумаге, перерисовать его на картон. Вырезаем. Делаем все. Затем берем, делаем все мелкие детали, такие как вот это, там вот это. И делаем вот такие штуки по две, все по две. Потом, когда вы делаете, начинаем приклеивать все части к форме, после чего начинаем покрывать по пьемаше. По пьемаше, простите. И ждем потом, когда наконец-то сделаете, делаем прицел. Вот эти две штуковины и вот это. И, конечно же, вот эту штуку, которая, я не помню, называется. Также ее надо сделать, но только сделать это правильно. Не как я. Зачем? Берем, высушиваем феном, чтобы он не развалился. И, наконец-то, оставляем на 24 часа, чтобы он не выслушался до последнего. Все, спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Пишите в комментариях. Пока-пока.